Добрый день, дорогие телезрители и радиоуслушатели! В эфире программа «Якузк сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре 27 января-четверг, и сегодняшний наш выпуск мы посвящаем здоровью, а в частности герудотерапии и хамусотерапии. Так что, если у вас есть вопросы специалистам по этим темам, то смело звоните нам в студию и задавайте их. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон в студии прежний 320066 и 321166. Также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8 411 232 0066. Лечебное воздействие музыки на организм человека известно с древних времён. Сегодня мы называем этот феномен музыкотерапией. Она существовала всегда и везде, но отличалась тем, что использовались разные музыкальные инструменты. В нашем регионе лечение музыкой – это прежде всего хамусотерапия. А что это такое и какое влияние она имеет на организм человека, об этом нам расскажет Екатерина Павлова, кандидат медицинских наук, учёный-секретарь научно-практического центра фтизиатрия, врач-фтизиатор высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения нашей республики. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас очень много стали говорить о том, что хамусотерапия может помочь при лечении лёгочных заболеваний, в том числе и при коронавирусе. Это так или это из серии мифов? Нет, не думаю, что это миф. Действительно, хамусотерапия помогает за счёт своих определённых эффектов, в том числе и, наверное, развитию дыхательной системы. А вообще, в чём конкретно заключается хамусотерапия, в чём её польза и какие заболевания ей подвластны? Хамусотерапия. Ну, вообще-то, мы это рассматривали у детишек. У детишек, причём можно применять с раннего возраста, учить их играть на хамусе, за исключением периода смены молочных зубов. Потом с 9 лет опять можно возобновлять. Хамусотерапия оказывает разные эффекты на организм человека. Это вибрационный эффект. Любой, кто попробовал играть на хамусе, может сказать, что у него как будто бы что-то в голове вибрирует. Это действительно так. А за счёт этого как бы нормализуются кровеносные русла в том числе. Есть психологический эффект. Хамус успокаивает, снижает тревожность. И есть, наверное, ещё такой, сказать, эффект. Это физиологически повышается оксигенация, то есть насыщение кислородом организма. Это при любой патологии, наверное, хорошо. А вот всё-таки в первую очередь какие вот заболевания подластных хамусотерапии? Наверное, лёгочные заболевания, да? Всё, что связано, да, с лёгкими. Это же как своего рода такая очень приятная, можно сказать, дыхательная гимнастика даже. Я бы так сказала. А чем конкретно вот можно вот её действительно отличить от дыхательной гимнастики? Вот, как правило, сейчас нас учат дышать правильно, да? Делать различные упражнения с отводом рук, с наклонами, часто дышать, потом наоборот замедлять дыхание. А вот при хамусотерапии какой эффект, какой механизм? При хамусотерапии. Так, вот ещё раз повторюсь, что хамусотерапию пробовали применять у детей и очень успешно. И занимались этим не в нашем научно-практическом центре в Тезиатрии, а в Республиканском детском туберкулёзном санатории имени Татьяны Парфининой Дмитриевой, которые, к сожалению, в связи с коронавирусной инфекцией, с ростом её временно, надеюсь, перепрофилировали в ковидный стационар. И вот там занимались врачи с детьми и исследовали их в процессе обучения игры на хамусе. И оказалось, что у детишек после определённого занятия увеличивается жизненный объём лёгких. Это очень важный показатель. У ребёнка он увеличился на 100-200 мл. Это очень много, это очень хорошо. То есть он мог больше вдыхать, соответственно, больше кислорода поступало. И ещё такой момент, что развивалась грудная клетка, что тоже очень важно. Наверное, где-то за 2-3 месяца постепенно, постепенно увеличивалась на вдохе и на выдохе объём грудной клетки на 1-2 сантиметра. Тоже для детского организма это очень и очень хорошо. То есть получается, что хамусотерапией нужно заниматься в течение 2-3 месяцев, да? Да вообще желательно постоянно, наверное. Ну, чтобы увидеть результат? Хотя бы, да. А кто занимается вот именно вот таким вот лечением? Кто эти специалисты? Преподаватели, наверное. Ну, это люди, владеющие инструментом. Потому что играть на хамусе – это не так-то просто. Здесь же очень много будет задействовано. Это и артикуляционный аппарат, это сама постановка, как человек должен стоять, как он должен вдохнуть. Ещё нужно объяснить. Взрослому сложно объяснить, а ребёнку тем более. Но тем не менее, когда я с коллегами разговаривала, ну, каждый, кто хоть раз дома попробовал, поиграл на хамусе, не всегда отмечает одно. Ребёнок, когда слышит игру на хамусе, он успокаивается. Он подходит, заинтересованно слушает. А ведь помимо того, что это все логическое, какое-то улучшение идёт, это ещё и знакомство с нашей культурой. Это тоже обогащение, мне кажется. А вот эта вот музыка варганная, да, вот так успокаивающее действует. Именно вот хамус так влияет на организм человека, вот как вы думаете? Или музыка вообще может так влиять на человека в целом? В том числе и классическая музыка, обычная игра, наверное, на фортепиано или гитаре. Ну, я думаю, да, любая классическая музыка так влияет. Кому-то больше нравится фортепиано, кому-то нравится скрипка, кому-то и очень многим нравится хамус. Я сама дома попыталась играть, и мне очень нравится. Это даже успокаивает самого исполнителя. А вот кто лечению лучше подвергается, ребёнок или взрослый, вот хамусотерапия? Вот как вы считаете? Ой, затрудняюсь ответить на вопрос. Ну, взрослые же это взрослые уже, они со своим сложившимся внутренним миром. Но детям это интересно, и это их повышает кругозор. Они же становятся, они обогащаются за счёт того, что их приобщают к национальной музыке. Это очень хорошо. Вот в республиканском детском санатории как раз этим очень много занимались. Я, конечно, может, повторяюсь, но у них своя традиция была. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежде, 32-0066-3211-66. И также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8-411-232-0066. Сейчас мы говорим о хамусотерапии. Екатерина Сергеевна, вот вы врач-фтизиатр в первую очередь, да? Скажите, пожалуйста, что лечит фтизиатр? Я знаю, что, наверное, это туберкулёз, да, в первую очередь. Все считают, что фтизиатр – самая лёгкая процессия, потому что лечит только одну болезнь. Одна болезнь – туберкулёз, известная с конца XIX века как по возбудителю, а так изменения, характерные для туберкулёза, находились ещё у древнегреческих мумий. Ой, извините, древнеегипетских. И мы, ну, я взрослый фтизиатр, то есть к нам поступают пациенты от 18 лет, и нужно сказать, что туберкулёзом поражаются практически все органы и системы, за исключением волос и ногтей. Поэтому столкнуться может каждый. А вообще отличается ли лечение туберкулёз у взрослых детей? И сочетание патологии плюс ковид и прочее, как-то отличается? Отличается по клиническим формам. Во-первых, должна сказать, что пока болеет взрослый, будет болеть ребёнок. Это очень плохо. Поэтому нам, взрослым, нужно, конечно, излечиться как можно больше. У детей не бывает в основном тех взрослых форм, которые мы встречаем у взрослых пациентов. То есть если у ребёнка ставят вираж туберкулиновых проб или туберкулёзная интоксикация, которая выявляется по ежегодной пробе МАНТУ или по диаскин-тесту, ни в коем случае нельзя игнорировать этот факт. Нужно подойти к специалисту нашего детского диспансера, и ребёнку будет назначено лечение. Оно специфическое, но не столь сложное и тяжёлое, как бывает при уже больших процессах. А у взрослых бывают уже такие процессы туберкулёзные, когда поражён какой-то орган или несколько органов. И, соответственно, у них уже лечение более сложное. Ну и течение сложное. А вот сочетание туберкулёза и ковида, как это проявляется? Какие симптомы вообще? Каких-то особых симптомов нет. В нашей больнице с начала пандемии встречались такие пациенты. Их достаточно много, не один десяток уже получилось. Сначала, прежде всего, мы излечиваем ковид у пациентов в специально созданном инфекционном блоке, а потом уже переводим в отделение по назначению, скажем так. И уже дальше лечат, собственно, туберкулёз. У нас очень хорошо налажена система преемственности. И, к счастью, у нас нет ни одного летального случая. А туберкулёз и воспаление лёгких – это разные, да, заболевания? Или это одно и то же? Ну, нет, это совсем разные. Туберкулёз вызывается микобактерией туберкулёза, известной такой палочкой кислоты и спирта устойчивая. Она очень устойчивая палочка. А воспаление может быть вирусная пневмония, значит, воспаление, вызванное вирусами, или бактериальное, какими-либо бактериями, но не туберкулёзными. Вот вы сказали, у детей проверяют методом МАНТУ, да? Вот есть ли у ребёнка пуговка на ручке больше скольки там сантиметров? Всегда ли это знак того, что нужно бить тревогу? Сколько сантиметров должно быть, кстати? Вы не помните, да? Ну, это нужно смотреть вообще каждое индивидуально, но считается около 10 миллиметров, свыше 6 миллиметров так. Здесь уже нужно внимание. И если вдруг в детском садике или в школе при проверке родителям рекомендуют обратиться в детский диспансер, не нужно затягивать, лучше подойти, там ребёнку проведут обследование, и либо совсем снимут диагноз, либо, как я уже говорила, назначат небольшое лечение, которое обязательно нужно провести полностью. Не нужно игнорировать. Ни в коем случае. Правда ли то, что ослабленные лёгкие после коронавируса становятся уязвимы перед бактериями и туберкулёза? Это так или нет? Ну, отчасти может быть и правда. После новой коронавирусной инфекции уже у всех на слуху, так называемое матовое стекло появляется. Действительно, на компьютерной томографии мы видим изменения в виде матового стекла, которое по разрешению потом может замениться фиброзом. А фиброз — это уже не совсем здоровая ткань. Но всё-таки я считаю, что опасность для возникновения туберкулёза после перенесённой коронавирусной инфекции всё-таки заключается в том, что вирус ослабляет иммунитет. И уже на ослабленный иммунитет может либо присоединиться туберкулёз, либо тоже есть такой факт, что всё взрослое население, вообще-то мы все у себя носим бактерии и туберкулёзы. И они могут проснуться и развиться туберкулёзно. Ну и в этом случае, наверное, один из способов реабилитации после коронавируса может помочь хамусотерапия, возвращаясь к теме нашего разговора. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную информацию, Екатерина Сергеевна. Я напоминаю, что у нас сейчас был афтезиатор, и говорили мы о лёгочной... Добрый день! Программа «Якутска сегодня» продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о здоровье. Герудотерапия или пускание крови при помощи пиявок — одна из самых древних медицинских процедур. Первые упоминания о ней встречаются в античных летописях. Однако пик популярности пришёлся на средневековье. Сегодня герудотерапия вынесена за скобки официальной медицины. Однако врачи признают, что в некоторых случаях пиявки могут облегчить состояние больного. Но при каких заболеваниях и как именно помогает герудотерапия? Об этом нам расскажет Мария Иванова, специалист по герудотерапии китайской традиционной медицине. Здравствуйте, Мария Васильевна! Добрый день! Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы. Телефон в студии у нас прежний, 32 0066 32 1166. И также работает наш WhatsApp номер, напомню его цифры, 8 411 232 0066. Итак, Мария Васильевна, что содержится в слюне пиявки, а чего она считается такой полезной? Во-первых, слюна пиявки называется биологическим коктейлем, из-за того, что содержится более 100 компонентов ферментов изученных и очень много малоизученных. Самый известный, конечно, это герудин. Он наиболее изучен в слюне пиявки. Это мощный антикоагулянт, то есть вещество, которое предотвращает свертывание крови. Другими словами, герудин предотвращает образование тромбов, избавляет от уже имеющихся тромбов. Растворить сформировавшийся тромб на самом деле очень трудно, и никакие дорогие даже препараты, лекарства не в силах помочь. Герудин состоит из аминокислот, глутамин. Он укрепляет нашу иммунную систему при высоких физических нагрузках. Лизин помогает лучше усваивать кальций, обладает противовирусным действием. Цистин участвует в процессе регенерации, уменьшает негативное воздействие алкоголя, табакокурения. Глицин повышает умственную работоспособность, снижает психоэмоциональное напряжение. Аспарагин участвует в синтезе азота. Серин отвечает за биосинтез целого ряда важнейших для организма аминокислот. Также содержится известно изученная гиулоранидаза. Она облегчает проникновение в организм больного различных целебных веществ, увеличивает проницаемость стенки сосудов, тканей. Поэтому лечение пиявками настолько эффективно. Дестабилаза лизицин. Она также, как герудин, разжижает тромбы. Также изучена аргелаза, коллагеназа, липаза. То есть это те известные вещества на сегодняшний день, которые знают многие герудотерапевты. Я вот услышала о том, что слюна пиявки разжижает кровь. И получается, таким образом можно использовать как лечение или способ реабилитации после коронавируса. Это так или нет? Да, но скорее всего будет реабилитация. Потому что уже организм поражен коронавирусом. То есть он получил дозу интоксикации. То есть случилось поражение. Как известно, патогенез коронавируса – это микроинсульт в сосудах, в альвеолах легких. Поэтому пациентам очень тяжело дышать, сгущается кровь. И летальный исход в основном случается из-за тромбоза, закупорки сосудов. Что делает герудотерапия в данном случае? То есть герудотерапевт назначает индивидуально, строго. То есть смотрит на состояние на момент. Здесь и сейчас какое состояние. И назначает курс. То есть это индивидуально. А сколько в среднем может длиться такой курс? В среднем раз в неделю назначается, не более. В среднем где-то 5-7 сеансов. Так, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Здравствуйте, да, мы вас слушаем. Это город Дегус, в городе Маржане. Хотел узнать, вот 5-7 сеансов, да. Это в денежном выражении сколько будет стоить? Ага, спасибо вам за звонок. Сейчас герудофарм поднял цены на оптовые цены из-за большой популярности. Не только после ковида, а вообще сейчас большой спрос на герудотерапию возник. И сейчас цена оптовая оптовая 150 рублей. А у разных герудотерапевтов цена варьируется в пределах 400. Ну, вот на данный момент 400 рублей сенца. Так, у нас еще есть один телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, да, говорите. Куда можно обратиться вот на счет лечения пиявками? Ага, спасибо вам за звонок. Куда можно в нашем городе обратиться? Ну, герудотерапевтов у нас много. Я слышала в частных клиниках, таких как, по-моему, невромед. Я вот сотрудничаю с Кристалл. То есть есть очень много частных практикующих врачей. То есть можно поинтересоваться. Ну, эти две клиники, они как бы практикуют лечение пиявками. Еще есть у нас в WhatsApp вопрос. Лечение пиявками помогает при глаукоме? Скажите, пожалуйста. Так, при глаукоме помогает. В моей практике были случаи, успешные случаи, хорошая динамика. Но полного излечения не бывает. Это как вспомогательное все-таки надо рассматривать лечение. То есть это все-таки альтернативная медицина. И офтальмологи назначают для снятия напряжения, глазного напряжения. То есть полного излечения не наблюдалось. Это как вспомогательный получается? Да, как вспомогательный. То есть разгрузка кровотока в глазу. Еще вопрос по WhatsApp. Можно ли вылечить ковид при помощи пиявок? И можно ли заменить вакцинацию? Таким образом. Вот такой вот вопрос. Можно ли вылечить ковид? Да. Вылечить ковид и заменить герудотерапию вакцинацией. Ну, на сегодняшний день известно, что в желудке пиявки содержится мощный иммуностимулирующий антибиотик, аэромонос гидрофила, который задерживает и убивает многие бактерии и вирусы. Но пока научно не доказано, убивает ли эта бактерия конкретно вирус ковид. Но научно доказано, что она задерживает многие вирусы, бактерии. То есть буквально пиявка своей слюны снимает вот эти воспалительные явления. Но это, получается, не как основное лечение, да? Да, это как вспомогательное дополнительное лечение. А по поводу замены, вот если, допустим, прибегнуть к герудотерапии вместо вакцинации, это как бы уместно или нет? Я считаю, что пока нет, это не уместно, потому что все-таки... Все-таки нужно рассматривать как способ реабилитации. Да, как способ реабилитации больше всего. Некоторые врачи крайне скептически относятся к герудотерапии. Вот в вопросе особенно реабилитации, да, ковид-19 убеждены, что терапевтический эффект пиявок крайне трудно дозировать. Кроме того, не исключена возможность бактериальной инфекции. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Ну, крайне трудно дозировать. Почему? Потому что это не лекарство. Пиявка – это единственный представитель фауны, который зарегистрирован как лекарственное вещество в натуральном виде. Это натуральный представитель со своей уникальной биологически активной слюной. Она такая, какая она есть. То есть ее подменить, подделать нельзя, так же, как и нельзя ее дозировать. Это не надо путать с химическими, фармакологическими лекарствами. То есть это большая разница. От этого и возник вопрос дозировки. То есть наши врачи, как принято, назначают дозированное лекарство. В пиявке нет такого. То есть тут строго индивидуальный подход. То есть, получается, специалист сам знает, сколько пиявок нужно поставить. Там же может быть не одна, а их несколько. Да, и это очень строго индивидуально. Это очень тонко тоже. То есть если специалист работает давно, он всегда следит за динамикой. И у него свой подход. А сколько пиявок понадобится, например, при лечении бронхита? И вообще бронхит можно ли таким образом как-то облегчить? Облегчить можно, потому что пиявка снимает со стенок, переполненных воспалением. При бронхите что наступает? У нас же идет воспалительный процесс. Альвеолы наполняются воспалением. Пиявка снимает, разгружает стенки сосудов. И, соответственно, улучшается дыхание, получается питание пораженным органам. Улучшается кровообращение, кислород поступает. И, соответственно, улучшается картина. Общая картина не только при бронхите. А вообще вот сколько пиявок в этом случае может понадобиться? В случае бронхита я назначаю обычно где-то 3-5 сеансов. И за один раз сколько пиявок? И куда вы их самое интересное? Есть точки акупунктуры. И опять же, да, пиявка не просто так сажается. Во-первых, специалист должен владеть не только анатомией, но хотя бы точками акупунктуры. То есть пиявка действует рефлекторно. То есть она раздражает точку. То есть это эффект иглоукалывания фактически. И поэтому, если специалист владеет этими знаниями, то польза будет двойной. Получается, что в этом случае, как герудотерапия и иглорефлексотерапия, есть какая-то точки соприкосновения. А процедуры кровопускания, это одно и то же, что и герудотерапия? Или это всё-таки разные вещи? Ну, они немножко схожи по механическому воздействию. То есть там идёт капиллярное кровоизвлечение. Герудотерапия – это воздействие пиявки идёт на микрососуды, то есть капилляры. А при кровопускании специалист делает надрезы на коже. То есть там кровь останавливается, вытекает в банку столько крови, сколько вытечет после надрезов. А после герудотерапии идёт, кровь не останавливается, она разжижается. Поэтому вот это отличие идёт. И плюс слюна пиявки – это коктейль, биологический шприц. То есть пациент не просто пустил кровь, это неправильное суждение, что это кровопускание только. Это получается, как будто бы такой взаимный обмен. Да, вы получили мощный иммуномодулирующий коктейль. То есть вы полечились. А больно ли ставить пиявку, и потом ли болит это место? Абсолютно не больно. Это миф, что больно. Но есть, конечно, участки кожи на теле, где чувствительность более такая. На копчике впереди, на животе, там чувствительность более такая. На конечностях. А так это, ну, сродни, как комариновый укус. Да, как вот сжение такое небольшое. Вот как микрозубы кусают, и всё. А таких прямо болевых ощущений, ну, в моей практике не было. Никто не кричал, не плакал. И потом я ещё успокаиваю. То есть я разговариваю, и пациента настраиваю на спокойный лад. Ага. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. А через мгновение мы вернёмся в студию и продолжим говорить о герудотерапии. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Так что вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы специалисту по герудотерапии. Через несколько минут вернёмся. Добрый день. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о герудотерапии. У нас в студии специалист по герудотерапии китайской традиционной медицине Мария Иванова. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии прежний 320066-32166. Также у нас работает WhatsApp номер 8-411-232-0066. Мария Васильевна, скажите, пожалуйста, а вообще в какое место вы усаживаете пиявки? Вот, например, при лечении бронхита или при других любых? В самом начале мы знакомим наш организм со слюной пиявки. То есть в слюне пиявки есть белок чужеродный. То есть как среагирует ваш организм, мы не знаем. Может, вы дадите аллергическую реакцию. Поэтому мы начинаем с очищения. То есть ставится на пупок, на копчик. То есть проводится как очистительное. Это как, получается, первый сеанс? Это, да, первый сеанс. Он идёт как первый этап, он всегда ознакомительный. То есть, как правило, я больше трёх не ставлю. То есть смотрю на состояние пациента. То есть, возможно, аллергические реакции. Поэтому это надо учитывать. А вот, например, второй, третий сеанс. Уже вот опять же при бронхите, да? Нужно вот усаживать их вот на грудную клетку, наверное, да? Да, есть точки акупунктуры впереди грудной клетки и сзади грудного отдела. То есть и впереди, и сзади, получается. У нас в студии телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Так. Звонящего совершенно не слышно. Может быть, он перезвонит нам. Мария Васильевна, скажите, вот, а эффективны ли пиявки в заживлении после вот переломов? Устраняют ли они отёчность, гематомы? Да, пиявки сразу же убирают гематому. Даже расскажу свой реальный случай. Когда у меня был перелом три года назад, я удивила своих коллег травматологов, когда взяла пиявки на операцию. То есть я утром проснулась, и после операционной шоу, вот, отёк, он у меня сразу спал за ночь. К чему были удивлены травматологи и медсёстры. То есть это было на глазах, и я своих целителей взяла даже на операцию. Интересно. Это реальный случай, невыдуманный. Поэтому это работает на всю сто. Ага. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, ага. У меня вопрос такой. Ну, сейчас рыночное время, да? Все хотят прибыли и так далее, но это... Ну, сейчас платные услуги такие. Да, они развиваются. И вот вопрос такой. Как у нас-то это пиявки были использованы заранее? Или он свежий пиявка? И какой адрес вы работаете? Ага. Спасибо вам за звонок. Значит, хороший вопрос, потому что я всегда говорю, что пиявки одноразовые. Пиявки повторно не используются. Они утилизируются на ваших глазах. Пиявки прилетают с биофабрики. Герудофаром. Это Московская область. Люберцы. Удельные. Это медицинские пиявки. Это медицинские пиявки, которые работают еще вот с советских времен. Как вот раньше в аптеках продавалось. То есть моя мама врач, вот я помню, в детстве покупала во второй аптеке. Это было доступно. А сейчас мы покупаем сами. Да, сейчас рыночные отношения. То есть герудотерапевты закуп делают сами. А пиявки, те, которые вот вводятся в болотах, это совершенно другие пиявки? Это другие. Это миф. Мы не достаем с водоемов, да, как дуримары. Мы их заказываем. Это сертифицированные. То есть это летят пиявки, как лекарственное вещество, которые занесены в реестр фармакологии. И по поводу, где вас можно найти, вы говорили, что работаете с клиникой. Ну, пока ведется, да, переговоры с клиникой Кристалл. Так, по поводу женского бесплодия. Я вот слышала, что в женском бесплодии, в этом опросе пиявки тоже могут помочь. Вот каким вот образом и какие именно вот заболевания? Да, вот в женских заболеваниях эта пиявка вообще творит чудеса. И в моей практике, и вообще, вот сколько я слышала, пиявка вообще дает второе дыхание женщине. И после менопаузы, то есть снимает приливы, отливы у женщин, улучшает венозный отток в малом тазу, улучшает, ну, как лимфодренаж идет, да, кисты рассасываются. И когда приходят лечить бесплодие, всегда приходят парни. То есть у мужчин тоже бывает застой в малом кругу кровообращения. То есть человек сидит целый день на работе в офисе, да. То есть я всегда рассматриваю, ну, пару. В этом вопросе сразу говорю, что надо лечиться вам обоим. И бывают приятно удивлены партнеры, ну, вот супруги, что у супруга даже повышается спермограмма после геродотерапии. Так, у нас есть телефонный звонок, мы сперва его примем, потом вот ответим на WhatsApp вопрос. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте, говорите. Ещё раз. Здравствуйте. МРТ нужно, да, проходить? С МРТ надо идти, или без него можно? Головная боль постоянная. Ага. Давление пониженное. Ага, спасибо вам за звонок. Ну, если есть МРТ на руках, то, конечно, желательно, да, посмотреть МРТ. А если нет? Если нет, ну, я провожу ещё пульсовую диагностику, просто диагностику, смотрю анализы, то есть разговариваю с пациентом, и мы приходим к какому-то общему решению. То есть, МРТ, если нет на руках, Если МРТ нет, ничего страшного, можно прийти на бесплатную консультацию. Кстати, по поводу головных болей и повышенного, пониженного давления, вот пиявки в этом вопросе тоже могут помочь? Да, бояться не надо. У кого вот гипотоники обычно боятся, что после гирудотерапии падает давление. Это миф. У меня у самой, я сама гипотоник, и у меня давление абсолютно не падает. Даже гемоглобин не падает. Что удивительно, пиявка улучшает реактивность крови, то есть улучшает показатели крови. Я очень много мифов развеяла. На самом деле, работая 25 лет, то есть я пришла к выводу, что пиявка на сегодняшний день это универсальное, уникальное, мощное средство. Лечит ли пиявки астму? Вот такой вот в WhatsApp вопрос поступил. Да, лечит астму. Снимает, купирует, да, купирует приступы. Я, кстати, еще такое слышала, что лечение пиявками, он имеет какой-то такой временный эффект. Помогает, опять же, при, допустим, при головных болях или нормализует давление на какой-то период, а потом снова. Но это могут быть две причины, почему временный эффект произошел. Значит, вы пришли не к тому герудоспециалисту, то есть вам было назначено неправильное, неправильный подход был в лечении. Я подхожу еще комплексно, то есть не надо лечить что-то одно, голову. Причина головных болей может быть шейно-воротниковая зона, остеохондроз, может быть вегетососудистая дистония, узкие сосуды, да, проходимость сосудов, сонные артерии надо посмотреть. То есть факторов, приводящих к головной боли, может быть много. То есть не один какой-то фактор. Поэтому надо всегда относиться комплексно. Причина может заключаться не в одном, да? Причина может быть много разных. То есть не надо только геруда, надо назначить человеку какую-то физическую активность, может быть какие-то элементы ЛФК, может направить куда-то, да, еще на обследование дополнительное. Так, а каковы противопоказания вообще? Кто не может обращаться к вам? Так, противопоказания. Ну, на самом деле противопоказаний мало. Ну, основных таких. Основное это гемофилия, когда кровь не останавливается. И тромбоцитопения. Также люди, ослабленные онкозаболеванием, да. Таких относительных противопоказаний, ну, это острый период заболевания на данный момент. А можно ли использовать герудотерапию, лечение пиявками детям и для пожилых людей? Можно. В моей практике приходили пожилые люди, бабушки в 86-87 лет. Они говорят, всю жизнь мы лечились пиявками. И так были рады, что находили, что кто-то занимается пиявками, они очень влюбленные в пиявку. Вот пожилые женщины у меня были. А дети вот какого? Дети тоже, дети у меня ходят. Вот недавно девочка, папа привёл, отёк вот сухо сняли за два сеанса. Даже лоровый врач был в шоке, что за один сеанс можно снять сразу же. Девочке сколько лет было? 12 лет. Ну, уже взрослая. У детей результат сразу. Ага. Так, у нас есть ещё один ватсап вопрос. Можно ли использовать пиявки диабетикам? Сразу ли заживает ранка? Так, ну, диабетикам относимся осторожно, потому что ранка может быть долго заживать, чесаться у больных с сахарным диабетом. Поэтому первая постановка не более 1,3. Далее мы смотрим, как человек перенёс эту процедуру. Ага. Так, на лицо осаживают герудокосметологи. Сейчас в центральных городах очень это популярно. Не знаю, в Якутске делают или нет. Да, пиявка же это коктейль, живой коктейль. Она убирает спайки, рудцы, то есть омолаживает. Фактически это вы получаете природный, биологический коктейль на кожу. То есть это, в принципе, да? Это да. Это коктейль молодости. И все, кто получает герудотерапию, посмотрите на этих пациентов, они выглядят намного моложе. А как часто нужно прибегать к такой процедуре? Ну, для профилактики раз в полгода, раз в год. Часто тоже не надо делать. Ага. А вообще пиявки, вот когда вы усаживаете их на нужное место, могут ли убежать, уползти самостоятельно куда-то в другое место? Нет, потому что специалист работает в перчатках, он делает одноразовым шприцом или баночкой стерильной, то есть сажает. То есть, допустим... Пиявка никуда не убежит, она не будет ползать по вашему телу. То есть, допустим, при лечении женских заболеваний, когда вы внутрь влагалища высаживаете пиявку, то есть она там никуда не ползёт? Нет, нет. Это миф, что не ползает и куда-то разбегается. Таких случаев не было. Ага. Так, ещё один такой вопрос, да. Мария Васильевна, помимо того, что вы специалист по гирудотерапии, по китайской традиционной медицине, я знаю, что вы ещё практикующий психолог. И возвращаясь к теме коронавируса, хотелось бы вам вот задать такой вопрос, да. Точно установлено, что из-за коронавируса идёт нарушение психических и умственных функций, нарушается память, вот в первую очередь. У меня, например, точно нарушилась память. Вот как настроить себя на позитив и как вот восстановить память? Вот очень коротко, буквально в двух словах. В двух словах настроить на позитив, это нужно мыслить позитивно. То есть наш мозг устроен так, как мы думаем, так и будет. Думаем плохо, будет плохо. Думаем хорошо, будет хорошо. А как улучшить память? Нужно тренироваться. Да, тренировать ребусы, кроссворды. Учить стихи. Учить стихи, да. Вспоминать приятные случаи. Что ж, огромное, встречаться с хорошими людьми. Огромное спасибо, Мария Васильевна, за интересную и полезную беседу. Всего доброго.